Господи Отец Роман, Великий пост – это в большей степени испытание или это радость? Может быть разное отношение к посту – вот опять пост, или спокойно – вот опять пост, или вот опять пост. То есть удручение от того, что придется нести постный подвиг, или спокойное принятие вот этой размеренной церковной жизни – сейчас такой период, потрудимся, или радость от того, что он пришел. Вот расскажите, пожалуйста, о вашем восприятии. И, может быть, я бы вас попросила рассказать о вашем первом жизни в Великом посте, таком осознанном. Великий пост был установлен еще в раю, когда Господь дал Адаму, не вкушая заповедь. Это воздержание вносило и воспитательный характер, и нравственный, и оно бы привело бы к тому благодатному состоянию Адама, что он через послушание Богу, он бы еще бы наследовал бы Царство Небесное, не только земной рай, но он имел бы еще нечто большее. Он бы приобрел бы весь мир с Богом, мир бы одухотворился. И поэтому в библейском понимании пост – это всегда радость. И древние праведники, когда они постились для того, чтобы милосердие Божие склонилось к ним за нарушение каких-то заповедей, поэтому пост носит характер радость, пасха для души. Оно есть и пасха для тела, мы знаем, что от поста еще никто не умирал. Мы знаем из жития святых очень много древних праведников, как, например, ученик апостола Павла, апостол Тимофей. Он прожил 98 лет. Антоний Великий – 105 лет, Павел Фивейский – 120 лет. И многие. И от поста еще никто не умирал. И даже мы знаем, в современном мире, по всем медицинским показателям, назначают диету. Но здесь мы сталкиваемся с тем, что это не просто, это не диета, это воздержание. Я воздерживаюсь от излишеств, для чего? В малом, для того, чтобы тем самым воздержаться прежде всего от грехов. Пост – характер воздержания от грехов. Не только телесный пост, но и духовный пост, говение, который называется. Мы, когда постимся, то этим самым воздерживаемся, мы сможем воздержаться и от грехов, мешающих нам и доставляющих нам многие неприятности в духовной жизни. Сам Спаситель сказал, сей жиротней, чем жизнь гоняется, только молитвою и постом. И многие святые отцы в поучениях говорят, четвертого века, что пост, если бы ты хочешь избавиться от грехов, не будешь поститься, то это как масло в огонь. Все страсти идут от сытого чрева, от пресыщения. И организм даже наш повреждается от сытого чрева, от переизбытка пищи. И у человека, наоборот, возрастают страсти и грехи. И вот если с детства ребеночек постится, когда он вырастает, ему становится 18 лет, и его куда-то друзья ведут на какие-то плохие дела, грехи, он не пойдет. Потому что он соблюдал Петров пост, Великий пост. Родители говорят, нельзя, и он понимает, что такое нельзя. В этом, в нравственной жизни тоже пост помогает. И мы знаем, даже вот в наших народных песнопениях есть, воздержание дарит исцеление. Не только телесное, но и духовное. И даже вот мы видим, когда человек очень сильно грешил, что перед кончиной Господь дает человеку попаститься, чтобы чистеньким пойти к Богу. Поэтому пост, он имеет великое значение. И вне Великого поста мы входим в райскую радость. Мы можем пожить той жизнью, которая жила там, в раю. Этому нам помогает Великий пост. В течение года мы забываем об этом. И снова уклоняемся от Царства Небесного, от Бога. А именно в дни Великого поста нам Господь помогает пожить райской жизнью. И каждый день Великого поста — это святые дни, это радостные дни, это окрыленные дни. Естественно, кому в тягость пост, кто не хочет воздержаться от зла, тому и в тягость. А кто стремится все делать по любви, тому и пост приятен. Пост приятен. И настоящая жизнь христианина, духовная жизнь раскрывается в дни Великого поста. Это ступень, в которой человек действительно может полнейше избавиться от грехов и от страстей. И тогда он сможет встретить воскрешего Христа. Это дни радости. Для меня первые мои впечатления Великого поста в жизни, когда еще был послушником, было, что батюшка сказал «Бой пост, надо попаститься». И мне тогда было 12 лет, когда я первый раз вступил в Великий пост. И организм, конечно, сопротивляться, но была радость такая, что молитва здесь помогала. Каждый дни богослужения, после школы бежал на вечерние богослужения, на Великий покоянный канон, на воскресенье. Они такие пропитаны были такой духовной радостью, любовью, что казалось, что я не заметил, как Великий пост пролетел даже. Но особо почувствовалась Пасха. Даже смотришь на пасхальное я и яичко, а видишь перед собой воскресшего Христа. И чувствую, что рядом с тобой воскресший Христос находится. И такая небесная радость. И ты чувствуешь, что тебе не хочется ни ругаться, ни брониться, ни спорить. Всем хочется любить, всем хочется добра делать, всем хочется приносить радости, хочется сделать, наполнить добром, божественной любовью. Этому нам помогает Великий пост. Поэтому пост, это есть, как говорят садияцы, приеде пост, мать и целомудрие. То есть целомудрие – это вся наша жизнь с Богом открывается. Вот это действительно целомудрие, когда ум, сердце, душа чисто свободны от страсти грехов с Богом. Пусть будет, Господи, воля твоя не моя. Как ты хочешь, Господи, как ты знаешь, Господи, помилуй меня. Как ты учишь, Господи, как ты знаешь, Господи, помилуй меня.